Ну а сейчас займёмся формой. Третьим пальцем изнутри я выдавливаю глину наружу. И вот у меня остаётся небольшое отверстие, которое сейчас я полностью закрою. Туловище мы тоже выравниваем под единую математическую линию. Она называется золотая спираль. К дырке прикладываю рот и начинаю дуть. Да-да, надуваем яйцо. Сегодня, друзья, мы делаем яйцо. Не простое, а страусиное. И, конечно же, и сказочные волшебные глины для проведения эксперимента на канале Огненное ТВ с Ильёй Полынковым. С вами сегодня я, Илья Калашников на волшебстве керамики. Здравствуйте! Привет, меня зовут Илья. Я ведущий канала Огненное ТВ. И специально для моего эксперимента Илья Калашников сделал это замечательное яйцо. Я собираюсь провести с ним эксперимент. Сравнить две, так сказать, древние технологии. Раньше в глиняных сосудах хранили жидкости. Но не только хранили, но также и охлаждали. И также для подобных целей использовали фляги и вазы, сделанные из страусиных яиц. В общем, я буду проверять, какая технология будет лучше охлаждать жидкость. Фляга из страусиного яйца или фляга из тонкостенной глины. Вот, собственно, суть эксперимента. Итак, друзья, мы подготовили два комочка глины для того, чтобы сделать туловище. И ещё кое-что. Сейчас вы узнаете, для чего маленький комочек глины нам необходим. Меня всё время спрашивают, а зачем нужна какая-то особенная глина. Эта глина более высокотемпературная. Она более тугоплавкая, чем та, которую копают в колодце. Чтобы разобраться в глинах, посмотрите ролик, ищите у нас на канале про глины. Если вы только начинаете заниматься гончарным делом, гончару нужен гончарный круг и печь. Ну, и ещё, конечно, стеллаж с волшебной и сказочной керамикой. Поставьте жирный палец вверх, если хотите узнать, в чём вообще можно обжигать и какими способами. И мы сделаем обязательно отдельно ролик. А так, подписывайтесь и следите за роликами на нашем канале. Посмотрите их очень-очень-очень много про разные темы, про всё. Начнём с приклейки на воду. Воды этой надо совсем немного нанослой. Это значит, я размазал капельку воды по кругу, взял губку и убрал всё, что можно убрать губкой. А потом торцом сухой руки обязательно вообще эту воду отодвинул. И вот так вот тогда глина клеится на гончарный круг. А так-то она не очень-то хочет к кругу приклеиваться. И обязательно после этого надо сделать юбочку, чтобы зафиксировать жёстко, и ничего не улетело под воздействием центробежной силы. Дальше идёт этап центрирования. Я двумя руками гоняю глину вверх и вниз, для того, чтобы поставить её на центр с точностью до миллиметра. Визуально это очень красивое зрелище, но нужно учиться. Это как музыкальный инструмент. Им овладевают в гончарных школах. У меня тоже есть своя гончарная школа. Она функционирует в Подмосковье. 12 занятий, по 6 часов мы крутим. Ну, где-то занимает этот процесс 3 месяца. А также есть короткая программа для иногородних. За 5 дней мы овладеваем кружками, крышками и собираем даже чайник с носиком. После центрирования я иду на дно. Прокалываю, можно сказать, комочек. На самом деле делаю отверстия. Отверстия практически до самого низа, выбирая глину. И фиксируя руки, растягиваю на небольшую ширину. Фиксирую руки и очень жёстко начинаю выдавливать глину. Глине деваться некуда. И она начинает подрастать вниз, потому что она не может никуда деться. И лезет вверх. Соответственно, мы таким образом формируем стенку сосуда. Нам необходимо сделать страусиное яйцо. И у него, ну, дна, можно сказать, нет. Поэтому с дном мы будем работать чуть позже. Досмотрите ролик до конца, и вы увидите, как это дно упразднить. А сейчас мы делаем цилиндр. Всё выше и выше. Ну, а сейчас займёмся формой. Третьим пальцем изнутри я выдавливаю глину наружу. Наружней рукой я придерживаю стенку, чтобы стенка не проломилась. Работаю я подушечками пальцев и не даю центробежной силе далеко расширить диаметр. Вот таким образом я могу даже сжимать глину, и она будет уплотняться внутрь. Перед тем, как закрывать форму, необходимо губкой высосать воду изнутри формы. Так, чтобы внутри перестало блестеть. Блеск – это водичка. Ну, и начинаю закрывать. Большим пальцем потихонечку вдавливаю глину и подворачиваю краешек. Вот таким образом. Яйцо – это закрытая форма. Закрытая форма – это уже у нас в гончарной школе, например, седьмое, наверное, занятие. Седьмое, восьмое. Вот так. Это непросто овладеть закрытой формой. Тем более, к закрытой форме нужно научиться чувствовать толщину глины. Руки гончара чувствуют толщину глины до миллиметра. То есть, нужно научиться чувствовать и отличать 3 миллиметра от 4. Видите, как острее мир чувствуют гончары. И вот я уже стягиваю глину со стенок. Глина должна быть определенной толщины, чтобы не гофрироваться. Потихонечку выбираю изнутри пальчик. И вот у меня остается небольшое отверстие, которое сейчас я полностью закрою. Оп, и все. Всем гончарам необходима банковская карточка. Но, конечно, и для денег, да. Но, тем не менее, мы этой карточкой подрабатываем поверхность, чтобы поверхность избавить от жидкой глины, которая называется шликер. И эту жидкую глину мы потом используем в качестве клея. А поверхность горшка, в данном случае яйца, становится более сухой, чтобы не перемокнуть во время сушки и не развалиться. Вот таким образом счищаем жидкую глину и будем переиспользовать. Сухими руками я уже приступаю к подсушиванию яйца. Дело в том, что мне придется упразднить донышко и необходимо уменьшить влажность глины. Ну, сделаю я это с помощью огонька. Гончара считают мистиком, потому что он овладел энергией земли, это глина, воды. Без воды невозможно было бы кручение, было бы постоянное трение. Конечно же, стихии воздуха, это у нас сушка. Если неправильно высушить изделие, то будет трещина. Кстати, я сделал онлайн-курс, в том числе по сушке. Ну и, естественно, онлайн-курс по кручению на круге. Ну и, конечно, кручение по спирали, ведь глину мы гоняем вверх и вниз, а она крутится по кругу. Общее движение по спирали. Возникает ДНК, связь с космосом. И я, конечно, сделаю здесь отверстие. Вот, слышите? Чуть-чуть. Если бы я сделал это позже, было бы хуже. Отверстие нужно для того, чтобы выгнать воздух, потому что при сушке глина сжимается, и необходимо выгнать воздух, чтобы давление не порвало яйцо. Потом можно эту дырку заклеить и сделать в любом другом месте. Ну и стихия огня. Без огня невозможен был бы обжиг. То есть глина продолжала бы размываться водой, если бы не огонь. Ну и еще давайте ее, конечно же, срежем. Срезается глина леской. Вот таким нехитрым приспособлением. И, кстати, друзья, пользуйтесь плейлистами. У нас на канале множество плейлистов про инструмент, про оборудование, про глины, пигменты ангобы, гончарную школу, керамические изделия, мои путешествия к другим гончарам и керамистам, но и эксперименты, а также гости, которые к нам приезжают в мастерскую. И предлагайте свои варианты и названия плейлистов. Больше 400 роликов у нас на канале. Вникайте потихонечку. Теперь с этим дном необходимо что-то сделать. Как-то его скруглить. Круглить я буду определенным образом. Я надую это яйцо. Но перед тем, как я действительно это яйцо надую, мне необходима подставка. И вот здесь мы дождались маленького комочка. Я таким же образом сделаю подставку под яйцо. Делается она очень просто. Мы комочек центрируем, делаем отверстие, растягиваем глину. Вот таким нехитрым способом. Мы получили подставку под яйцо. Сделаю я здесь прогиб внутрь. И остановлю гончарный круг. Гончарство очень плодовитая вещь. Занявшись керамикой, вы сможете обеспечить всех родственников подарками. Ну а теперь я беру вот просто так, к дырке прикладываю рот. И начинаю дуть. Да-да. Надуваем яйцо. Вот таким образом мы раздули вот здесь вот небольшую шишечку. А подставка нам поможет теперь поставить яйцо и соскоблить. Вот этот инструмент называется фасолина. Металлической пластиной фасолиной сбоку лишнюю глину. Фасолиной можно снять глину более аккуратно. А вот если вы умеете на круге хорошо работать, можно и петлей. Петля это вот такой инструмент. Это непростая петля, это американская. Русские мужики делают такую петлю из пружины от часов. А это американская петля с напылением оксида титана. Если напишите в комментариях, мы сделаем отдельное видео с испытаниями. К слову сказать, испытания уже эта петля у меня проходит. Купить ее можно в лаборатории керамики. Это керамически известный магазин. Туда эти петли недавно пришли. Напишите в комментариях, если захотите сделать такой обзор. В смысле, чтобы я сделал. Ну а тем временем я вот таким образом подтачиваю глину. Аккуратно контролирую все. И превращаю яйцо в яйцо. Стачивая уголки донышка. Вот так. Слой за слоем. Туловище мы тоже выравниваем под единую математическую линию. Она называется золотая спираль. С легкой руки Леонардо да Винчи. Очень просто. Это просто любое яйцо – это золотая спираль. Ее, точнее, кусочек. По золотой спирали закручиваются циклоны, антициклоны. И, собственно, про всю физику и мистику тоже ищите ролики у нас на канале. Гончарство полно открытий. Итак, следующая операция и, наверное, уже завершающая – это будет замытие. И ищите ролик, называется «Стадии производства керамики». Керамика – это волшебный мир. И стадий просто великое множество. Ну и как и техник. Как техник создания изделий, так и техник декорирования изделий. Керамика очень разная. Можно делать и силуэтную керамику, и фактуристую керамику. Естественно, цветную. И вот за моей спиной все, что, можно сказать, мне удалось создать, я представляю ученикам, чтобы можно было учиться прямо на натуре. И глазурная керамика, и молочная, и черный обжиг, и обварка, и техника раку, и смешанка. Мы смешиваем цветные глины. Приезжайте в гончарную школу. Ну а если не можете, конечно же, смотрите наш канал и вникайте потихонечку. Ну что, друзья, закончили мы делать яйцо. Вот оно такое получилось. Естественно, после сушки и после обжига оно уменьшится в размере. У каждой глины усадка немножко разная. Это может уменьшиться где-то процентов на 20 при сушке и после обжига. Ну и яйцо отправляется к Илье на эксперимент. Ну что, друзья, яйцо прошло, обжиг. Обжиг первый утильный и отправляется к Илье. Да, и дальше я уже буду с ним экспериментировать. Не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить этот эксперимент. И, конечно же, не забудьте нажать на колокольчики, чтобы не пропускать новые замечательные видео одного и второго Ильи. Ну и лепите, конечно же, друзья, и сказочные волшебные глины. Приезжайте на гончарный интенсив выкручивать вот эту красоту и наполнять ею вашу жизнь. Ставьте пальцы вверх обязательно. А с вами был я, Илья Калашников и Илья Полынков на Волшебстве к керамике. Пока. До скорой встречи. И слава, 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 слава гончарам.